Песня 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 Свет Когда у него разгул демократии 90-й год Нигде ничего не работал И у него операции с ногой были очень сложные Только могли там сделать Он уезжал из города А так он всю жизнь проработал В Ленконцерте, Петербург-концерте Человек, конечно То, что он выдавал на экране И в жизни Это была маска Он был совершенно тонким Даже скромным человеком Он никогда не бил медалями своими Он никогда не гордился Всегда в этих гримёрках Не требовал отдельной комнаты Отдельной, как сейчас, райдеры Успастрайли Образ настоящего Рыцаря С рады пронёс То есть он не дал повода Никому Что-нибудь сказать Колка в его Настолько публику любил Где бы он не появлялся Даже едем в машине Вот с концерта Где-то останавливаемся На перекрёстке Вот он сидит И кто-то ему начинает И тут я примазаюсь К славе так Ну, мне было приятно Когда я поступал В Ленконцерт Это был 80-й год Он был в худсовете Я вышел с песней Александра Морозова Погода разгулялась А пока погода Ну, я такие движения делал Что похож был на Хили Ну, я Я не сознательно Это так получилось И он встал Сделал поклон Говорит Берём этого хлопчика У него перспектива Всё-всё-всё Я говорю Да, он как Конечно, я помню Он говорит Ты очень как-то Был похож на меня И поэтому Звоночек Городом мы связаны Очень давно У нас есть ещё один звоночек Здравствуйте Алло Да, слушаем вас Добрый день Это Валерий Ющенко Андрей Ющенко Андрюха Ой, Валера Валера Не, не, не Валерий Ющенко Это потом Валерий Ющенко Это в стене птица Великолепный певец Настоящего Прошлого Преостоящего Настоящего Очень приятно Здравствуйте Я хочу вас увидеть И я вас увидел И хочу вам сказать Добрые слова Потому что вы Настоящие люди И Песня Она Вечная Толик Она вечная Да, Валера Я знаю Когда придёшь Сюда в передачу К нам Как Пригласишь Ну я тебя Уже Публика Все слышит Я тебя Приглашаю В следующее воскресенье В следующее воскресенье Давай Ну вот Никак не поймать Валера Ну давай Как прилетишь Заранее Только скажи Я под тебя В воскресенье Подгоню Валера Спасибо Что позвонил Спасибо Так Давай Смотрим Сейчас Сначала Видео Потом Ещё Поговорим С удовольствием Поговорим Поговорим И утром Ночью Поёт И Короче Веселие Горит И Козла И Шутит А нам На Парень И Среди Мы Шутим Сами И Что Замет Щелка На Семь Жан Сыщет И Семь На Семь Семь Замет 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 Зря Не Ищите Другой Нет Наш Нет Такой Трудой Ищите Шевчушные Горы Сурят Есть Медон Но Век Челите Не Надо Она И Семь И Рада Без Денек И Без Наряда Поговорим Щелите Лишь Солнце Смените О Всех Говорят Считать Считает Хостол Парня Что Служит У Нас Пекарь Ай 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 Что За Девчон Нам Все Свет 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 Нищите Другой Ищите Вернее Промощение Огонь Другой Ищите Вернее 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 Двух Вернее 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 Ольгой череды Итак, возвращаемся мы к конторе к нашей. Раньше Хуцарху Совет. Петербург концерт сейчас, да. Да, Петербург концерт. Я смотрю, там поменялся Евгений Евгеньевич. Он куда-то ушел. Евгений Евгеньевич, ну, ушел. У нас пришла сейчас очень молодая Екатерина Анатольевна Артюшкина. Она московская или питерская? Нет, она питерская. Она закончила консерваторию. Она диджор хоровик. Она хор имеет, музыкант. То есть она такая продвинутый человек, который очень понимает все. И у нас все началось. Я получил впервые, наверное, за время. Может быть, раньше были какие-то премии. Но я впервые за это время, начиная с 90-х годов, я вдруг обнаружил на карточке премию в 30 тысяч рублей. Вау, наверное, что-то начали отмывать по-честному. Нет, 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 это честно. Я удивлен был. Какая-то была московская поездка у нас. Я спросил с Ильей Офом. Мы сейчас сотрудничаем, диверсисмент, оркестр струнный. И он говорит, да, это так. То есть это в сторону актера. И сейчас определяется по занятости артиста, востребованности. Как это должно было изначально быть? У нас это все было раньше так, так, так. Каждому по крохе и никому ничего. Но задачу ставят... Вот ты сейчас в Таллин ехал. Конкретно что-то с каким-то репертуаром. Конечно. Ставилась задача конторы по заказу их. Или ты говоришь, нет, что хочу, то... Нет, нет, нет. Естественно, 70-летие снятия блокады. Естественно, была сделана программа. И с этой программой мы поехали поздравили ветеранов, живущих в Таллине, блокадников. Нет, нет. Здесь, конечно, я могу сказать, когда какой-то концерт, который не какой-то дате, не какой-то числу, не празднику. Ну и, естественно, в День Победы. Какие песни? Веселые, радостные, военные. 8 марта, другое. Поэтому сейчас, мне кажется, настроиться в Лен-концерте что-то такое. В Петербург-концерте, хотелось бы молодых, чтобы появились молодые кадры. Потому что мы уже взрослые все. Ну вот смотри, в перспективе же у нас, в перспективе 23 февраля, ладно, проскочит. Дальше твой день рождения. 8 марта, да, святое. А потом снова День Победы. И контора задачи на какой-то там, что-то своими, какими-то проектами. Конечно. Ну, сложность, я не знаю тонкости, потому что мы все-таки государевы, государственная организация, и тендеры выигрывать там очень сложно. Этим, наверное, организациям. Поэтому, не знаю, что-то случится, ну, что-то происходит, происходит в лучшую сторону пока. Ну что ж, Ванечка, спасибо тебе, что ты пришел к нам. Спасибо, я рад. Друзья, спасибо, что сегодня смотрели нас. Спасибо всем. Счастья, здоровья. В следующее воскресенье здесь, в этой студии поговорим, может быть, даже с Ющенко, не знаю. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Поглянись, не знакомый, пророжий, Мне твой взгляд неподкубный, знакомый. Может, я это только положим? Как молоды мы были, как молоды мы были. Как выстрелим на любви, как верили в себя. Нас тогда безусмешно встречали все цветы на дорогах земли. Мы, друзей, за ошибки прощали. Лишь и смены простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертно. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сумели понять, Чтоб тебя на земле не терять. Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертно. Чтоб тебя на земле не терять. Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана – это ирония судьбы или ее привилегия? Игрок второго плана – это половинь судьбы или ее заложник? Попробуем разобраться в этом месте с вами на телеканале «Вот». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...